приветствую друзья приветствую всех тех кто смотрит мой канал подписан на канал вам особенное привет потому что вы со мной уже достаточно давно здесь мы с вами учимся программировать учимся разрабатывать игры разбираем различные концепты и алгоритмы но собственно посвященный играм и сегодня я решил что мы с вами можем начать какой-то новый проект более большой более сложный я долго думал что это может быть и на самом деле мне было бы интересно ну надеюсь что и вам собрать что-то похожее на вот такую вот игрушку те кто играл в девяностые в приставку sega то наверняка помнят она была безумно популярна эта игра правдивая ложь true lies и здесь как вы видите довольно интересный геймплей подачи графики то есть есть тайловая система показа графики то есть копирование одного объекта и другого есть интересная боевка направления векторные определенные то есть есть какая-то интересная механика с точки зрения боя там с врагами ну и более-менее можно показать какое-то направление оформление скажем так уровней и здесь нам не надо сильно заморачиваться с графикой с точки зрения того чтобы поворачивать экран до делать что-то в стиле там diablo или того же fallout а мне кажется что подобного ну подобной механики нам будет более чем достаточно потому что уверяю вас здесь на самом деле кодить придется очень много и очень много решать различных задач чтобы вообще добиться хотя бы как минимум похожего результата вот ну собственно вот такую вот историю хотелось бы сделать с вами не знаю сколько займет она у нас времени я буду выкладывать эту серию в отдельные плейлист посвященность ну таким не то чтобы стримам но вот таким вот длительным сериям в которых мы с вами будем кодить кодить разбирать различные аспекты сразу говорю что программировать я буду без какой-то подготовки то есть я буду просто на ходу решать какие-то задачи в определенный момент буду просто тормозить серию и соответственно будем делать какой-то перерыв и паузу и соответственно продолжать в следующей серии надеюсь вам понравится но опять таки все то что я буду делать можно будет скачать с гитхаба ссылочку я оставлю в описании как всегда примерно рассчитываю кодить около часа полутора но посмотрим как получится в среднем вот такие вот серии для подготовки что я сделал я скачал свежую версию нашего фреймворка который мы с вами делали почистил его немножко потому что у меня там сохранен еще класс мячика и кирпича вот я их удалил они нам здесь не нужны нам нужно чистое окошко вот как вы видите я уже скомпилировал проект вот он у меня есть окно появляется просто черный экран и с него собственно можно будет начинать ну первое наверное что я хотел бы сделать это поменять разрешение потому что 800 на 600 все-таки как-то маловато мне кажется что нам стоит теперь пойти немножко дальше сделать немножко больше но поскольку у нас с вами скажем так пока не задействованы все ресурсы процессора мы с вами еще не умеем оптимизировать игры но не разбирали эту тему не умеем использовать мульти задачность процессора до hyper threading ну и вообще что такое среды более того мы еще не уж тем более да не доходили до использования 3d графики либо 3d ускорителей вот поэтому здесь нам все равно нужно быть осторожными к ресурсам то есть разрешение там в 1920 на 1080 full hd пока не стоит идти потому что у нас будет сразу все жутко тормозить но я думаю что разрешение в 1280 на 720 вполне себе на старте можно будет работать и по нему же сразу можно будет видеть результат деятельности нашей ну собственно что у нас будет из всего этого получаться как вы видите у меня сразу же появляются определенные глюки все это сделано потому что у меня не до конца нормально допилен фреймворк то есть мы с вами должны исправить разрешение еще нашего бэк буфера ну буфера в которой у нас рисуется экран ну и собственно давайте сразу поправим так это у нас главный буфер был по моему в вендоу если я не ошибаюсь вендоу так ставил сейчас посмотрим там где мы работали с hdc вендоу витс значит ширина ширину мы с вами передаем в окно создаем здесь все хорошо окошко у нас создается размером который мы указываем здесь все нормально нормально апдейт вендоу буфер значит здесь берется наш прямоугольник здесь все хорошо да вот собственно clear screen fast это то что у меня используется ну то есть функция которая использует зачистку основного игрового экрана но здесь проблема в том что у нас есть вот этот прямоугольник ну как его прямоугольник назвать или ну давайте в принципе window width так и используем а дальше посмотрим может быть нам нужно будет что-то подправить немножко window height ну для тех кто не в теме поясню вот эта функция mmset она супер быстрая с точки зрения заполнения буфера ну то есть кусочка нашей памяти которую мы выделяем динамическое быстро заполняет ее нулями вот и размер который нам необходимо заполнить указывается вот здесь третьим параметром в аргументе размер у нас в данном случае это ширина умноженное на высоту и умноженное на количество байтов которые у нас собственно ну там в каждой ячейке памяти я честно говоря не уверен насколько нам нужно это дело умножать на 4 потому что в нашем случае здесь и так уже все в байтах то есть и window у нас равен into и height давайте посмотрим я скомпилирую если ошибок никаких не будет то значит у нас все хорошо нет значит здесь этого недостаточно и я скорее всего еще думаю что у нас engine сам по себе использует не ту функцию очистки clear screen fast а clear screen super fast у нас используется функция ну я думаю что нам здесь достаточно очищать экран clear screen fast fill screen fast clear screen fast я думаю что нам наверное вот так даже можно будет сделать почему потому что mem set у нас используется и так по умолчанию а так сейчас посмотрим использую ли я его вообще где либо update window буфер так resize deep section да clear screen super fast это вот эта функция да я ее использую здесь bitmap width чему у нас равен bitmap width resize deep section так resize deep section у нас где используется я уж честно говоря не помню куда мы ее засунули и window width speed map width так start message в месседжем нигде здесь ничего такого не прописываем нет 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 это все мышка здесь update window буфер кстати говоря вот эта часть честно говоря можно ее и убить на самом деле но к этому еще вернемся так 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 давайте ка посмотрим почему у меня вот так он все таки выдает ну давайте попробуем все таки умножить на 4 сейчас посмотрим вообще поменяется ли что либо а потом я да поясню ну собственно да то есть все таки для очистки вот mem set у нас требуется сайте последний аргумент то есть в абсолюте нам нужно дать количество байтов которые он должен заполнить ну как бы в памяти то есть размер окна это одно а нам же еще нужно указать размер как бы каждой ячейки памяти то есть это условно говоря ширина умноженная на высоту и умноженное на количество байтов которые у нас содержатся внутри в самом окне и в этом случае тогда у нас как вы видите полностью заполняется окно вот этим вот нашим черным цветом и это нас вполне себе устраивает я даже могу для теста сделать побольше окно 1920 на 1080 ну конечно мы там каких-то явных изменений не увидим но тем не менее да ну вот собственно заполнение идет нормально все у нас здесь хорошо прекрасно вернемся к предыдущему разрешению на 720 и еще во фреймворке я бы хотел попробовать вот эту вот историю на самом деле исключить почему потому что апдейт window buffer у нас и так используется вот здесь выше в коде я наверное чуть-чуть покрупнее код сделаю чтобы вам было лучше видно вот здесь то есть когда у нас идет run message loop основные сообщения которые windows обрабатывает и так попадает у нас в основную систему то что не попадает мы соответственно используем здесь то есть по сути вот вся логика у нас придет вот тут вот ну и после самой функции поэтому вот этот вот апдейт window buffer у нас здесь и так есть и мы получается два раза по сути апдейтем и мне кажется что вот эта часть не совсем будет корректно ее вот вообще здесь применять давайте попробуем без нее скомпилируется ли у нас все без ошибок и будет ли работать я подозреваю что будет да видите все прекрасно работает нам эта часть не нужна и мы с вами ушли на самом деле от использования вот этих вот стандартных команд vm paint которые на самом деле нам не нужны это такая сугубо windows тема которая мало нам здесь интересно так окей хорошо с этим разобрались такие но все равно мы будем возвращаться сюда в основной код ковыряться здесь но чтобы продолжить мы с вами начнем рисовать карту есть такой концепт который важно учитывать вообще в разработке мне показалось что он достаточно логичный и классный и я видел им пользуются достаточно часто известные программисты так называемый exploratory код что это значит это значит что вы пишете код вот просто так как видите без того что вы задумываетесь о том как должен строиться интерфейс в каком классе должен что находиться что зачем должно там условно говоря зависеть включать и так далее то есть достаточно создать какой-то один класс например здесь ну например карта и в ней уже мы будем как-то максимально разбираться внутри а когда поймем что какие-то функции нерелевантны карте нам нужно там допустим отдельный класс какой-нибудь создать для персонажа и так далее будем это все делать по ходу как только код у нас будет рабочий все будет нормально нас это будет устраивать вот тогда мы можем с вами задуматься о том чтобы немножко переделать структуру кода да и подумать уже непосредственно о дизайне наверное нашей структуре нашего будущего движка так вот значит что мне сейчас нужно на старте первое это то как я буду рисовать карту давайте немножко порисую буквально 3 секунды чтобы вы понимали о чем идет речь что я чего я хочу сейчас добиться ну во первых карту я себе представляю следующим образом да то есть это просто тупо массив вот у нас экран наш перед нами и карта будет выглядеть состоять из массива квадратиков так называемых тайлов вы наверняка слышали вот между ними конечно же не будет вот этих пробелов сетки но по факту внутри мы будем с вами понимать что каждая область экрана с определенным размером ну вот таким вот образом да заполняет определенное количество пикселей и каждому вот этому тайлу будет соответствовать определенный номер порядковый допустим 0 1 этот будет 2 это будет 3 4 и так далее порядковый номер по сути это и будет массив нашей карты массив содержащий в себе нумерацию вот этих тайлов и то как он расположен этот массив у нас пока на старте будет двухмерный то есть это будет количество тайлов по вертикали это будет количество тайлов по горизонтали тем самым мы с вами сможем прикинуть карту которая у нас будет умещаться внутри самого экрана что нам еще также нужно предусмотреть сразу на старте это возможность рисование вот этого вот каждого отдельного квадратика причем рисование этих квадратиков может быть следующим образом как правило как вы знаете уже до рисование у нас начинается с верхнего левого угла экрана и заканчивается правым нижним углом экрана соответственно нам нужно с вами понимать минимальный x до максимальный x и то же самое у нас есть минимальное значение по y и максимальное значение по y то же самое для того чтобы получить вот это вот полностью ну как бы полноценный прямоугольник что еще важно учесть это то что наш персонаж например ну это я уже забегая вперед может быть такая история что вся его верхняя часть то есть его корпус и прочее может на самом деле заходить сверху на тайл что я имею в виду допустим наша карта опять же представим да допустим здесь какая-то стена нарисована вот чтобы создать иллюзию того что это стена и наш герой головой допустим вот голова да не бился вот так вот о начало стены а все-таки заходил на нее и голова билась например вот эту верхнюю часть создается соответственно иллюзия того что это действительно стена и персонаж стоит возле этой стены для того чтобы это сделать нам достаточно персонажа нашего нарисовать там внутри квадратика но при этом его основа будет вот здесь в нижней части этого квадрата вот в этой точке и соответственно его коллизии его соприкосновения будут где-то вот здесь вот в нижней части а вот это вот верхняя вся часть она будет без коллизии отсутствует и соответственно может заходить сверху на тайлы но это не распространяется например к правой точнее левой и правой части потому что все-таки здесь он может сталкиваться да с какими-то препятствиями слева и справа вот это как бы тот минимум который мне хотелось бы добиться сейчас с вами в ближайшее время в процессе кода итак первое что нам нужно сделать это создать функцию рисования квадратика она на самом деле у меня есть в другом коде где мы с вами писали Arcanoid но я бы наверное здесь уже не заморачивался создал бы просто заново эту функцию давайте ее создадим это у нас зарисование различных фигур отвечает графикс класс здесь мы соответственно создадим какую-нибудь функцию void draw rectangle ректэнгл ректэнгл что нам здесь понадобится нам понадобится int x min например да минимальный x int x max соответственно дальше int min y ой вот так назовем да и соответственно int y max так что еще ну нам нужен будет еще цвет для этой темы в принципе мы можем пока по старинке использовать нашу вот эту структуру хотя честно говоря цвет я бы тоже в отдельную структуру вывел но пока так используем потом посмотрим так значит соответственно создаем имплементацию нашей функции ну здесь все просто нам достаточно 2 циклов то есть это int y is equal to ну равен y min это его начало до тех пор пока y меньше y max мы соответственно плюсуем один пиксель ну и то же самое можно копернуть о боже мой перезапустите компьютер да задолбал ты не хочу ничего перезапускать эти обновления кстати говоря приходят всегда вообще не в тему вот вот в самый неподходящий момент они они просто как я не знаю как чувствуют вот я на работе на самом деле замучился с этой историей у нас на работе часто такая ситуация происходит когда вот что-то нужно сделать и у тебя в самый неподходящий момент всплывает обновление вдруг все начинает обновляться вырубаться перезагружаться ну короче ужас какой-то так окей вернемся к нашим исходным параметрам значит мы проходимся по всему нашему ну собственно по всей нашей по всему нашему квадратику указанного размера и нам соответственно нужно вот это скопировать это мы копируем но но вот эта ширина у нас задана изначально из окошка и честно говоря я бы хотел на самом деле это передать в виде параметров в графикс от окошка нашего где у нас график создается сам класс давайте посмотрим графикс графикс в энжен по моему он у нас включен и сам класс графикс мне просто интересно где а вот он здесь создается но в принципе я его могу инициализировать внутри в энжене я не вижу пока никаких проблем в этом потому что у windows у windows нет вообще есть параметр как бы сделать лучше я просто думаю как лучше получить ширину и высоту самого графикса там ну чтобы вот условно говоря мы отсюда создавали когда окно вот эти параметры мы автоматически взяли в графикс в принципе можно на уровне окна пока реализовать такую функцию как get window width и height можно в принципе и так сделать потому что у нас есть вот эти параметры ну давайте ладно попробуем int get window width это у нас будет конст функция потому что она ничего не меняет внутри себя get window height то же самое здесь тоже сделаем конст ну и соответственно возвращать он у нас будет window width так и window height то же самое он у нас будет возвращать window height таким вот образом если у нас эти функции теперь доступны публично извне то есть мы у окна всегда можем попросить его размер то например когда мы инициализируем графикс то соответственно в конструкторе класса сразу должны сразу должны инициализировать его таким вот образом int window width потому что он нас нужен для размера int window height если мы его передаем или же или же можно знаете как поступить можно ему передать параметр окна нет у нас не получится так потому что сейчас я посмотрю быстро engine window у нас здесь сразу сюда получается попадает у нас его нет в виде да он в виде параметра у нас существует в принципе пам 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 нам нам нужно получить разрешение графикс ну давайте попробуем таким вот образом пока корявеньким сделать int window width int window height или же все-таки передать его в виде параметра window на же vnd здесь есть нет мне кажется пока проще будет таким образом так здесь соответственно нам нужна приватная переменная int ну давайте win width и int win height это соответственно ширина и высота окна ее мы инициализируем вот здесь то есть на старте соответственно win width у нас будет равняться window width и win height у нас будет равняться window height да ширине и высоте что что у меня предусмотрено что мне не нужен копий констрактор не копий assignment есть деструктор да все хорошо значит у нас соответственно есть возможность получить доступ к ширине и высоте ну и соответственно мы переписываем как win width то есть везде где у нас вот эти вот магические цифры мы их меняем уже на нормальные переменные чтобы мы могли из одного места условно говоря влиять на все и тут соответственно то же самое у нас win width то есть ширина и тут соответственно win height это высота да то есть тут у нас соответственно нужен так все как нужно здесь все как нужно вот здесь соответственно у нас draw pixel будет win width и здесь у нас также будет а стоп а мне кстати это и не нужно и вот почему потому что мы с вами можем сразу же вызвать вот эту функцию draw pixel что-то я извиняюсь немножко туплю нам достаточно вызвать эту функцию добавить сюда colors то есть буфер в котором у нас содержится цвет дальше нам нужны позиции x и y по которым мы рисуем и дальше нам нужно указать цвет это r g и b единственного параметра которого нам здесь не хватает это конечно же указатель на цвет colors его же мы сейчас с вами добавим в параметры изначальные сюда вот теперь все прекрасно тут все хорошо тут у нас все рисуется и мы можем сейчас с вами затестировать этот момент графикс мы здесь с вами создали графикс мы можем инициализировать в engine вот здесь он у нас должен по идее уже начать ругаться на графикс но ладно значит gfx у нас должен быть как window vnd . get window width и vnd . get window height таким образом мы с вами получаем размер который нам нужен ширину и высоту и здесь это нам не нужно больше здесь мы с вами для теста вызываем нашу функцию draw rectangle здесь нам нужен параметр сейчас я вспомню там мы передавали да просто colors ну я на самом деле оставлю это для комментариев чтобы помнить значит тут у нас draw rectangle мы передаем colors дальше позиция какая у нас будет минимальная максимальная ну допустим минимальная позиция у нас будет не знаю 100 пикселей максимальная будет не знаю 200 это его ширина минимальная опять же будет 100 максимальная будет 200 то есть такое 200 на 200 ну и цвет давайте нарисуем не знаю желтый 255 255 и 0 вот таким вот образом давайте попробуем скомпилировать проект посмотрим что получилось так что то там уже у нас ему не нравится x min а x mix я написал господи бывает так x равен x min x max и y min y max все хорошо компилируем проект так смотрим что у нас с вами получилось отлично у нас с вами есть квадратик это уже хорошо единственное что какая у нас сейчас с вами есть проблема это то что вот эта часть она рисует только видимой области экрана если мы с вами постараемся или начнем рисовать где-то за пределами экрана то у нас с вами будет выходить огромная ошибка кстати говоря здесь тоже надо исправить win width а здесь соответственно win height но мы можем мы можем с вами не рисовать наш пиксель если мы выходим за рамки и это мы можем сделать следующим образом если x будет меньше нуля или ой что я делаю что я делаю мне нужно или или x будет больше win width да больше нашей ширины или y будет меньше нуля или y будет больше win height то есть нашей высоты или даже нет наоборот что x должен быть больше нуля но меньше ширины y то же самое должен быть больше нуля но меньше меньше высоты и только в этом случае мы с вами рисуем наш пиксель вот таким вот образом но то же самое я бы честно говоря сделал и с нашей вот этой вот основной функции то есть assert нам здесь не нужен по одной простой причине что мы с вами и так указываем где конкретно будет нарисован наш пиксель то есть если он в границах нашего окна то соответственно мы что-то рисуем что-то делаем если нет то соответственно ничего и не делаем тем самым у нас программа не должна каким-то образом сломаться дальше что нам необходимо сделать это протестировать нашу теорию мы можем быстро это сделать каким образом мы можем например например создать какие-нибудь две тестовые переменные сделаем здесь допустим int x int y в функции update у нас будет если vnd kbd наш keyboard да в принципе можно мышкой кстати попробовать хотя нет пусть будет клавиатура key is pressed нажата не знаю давайте укажем w as id он для теста все равно пригодится так два три четыре да то есть w a или давайте w s а здесь a а здесь d ну и соответственно тут мы получаем что если мы нажимаем на w вверх то соответственно у у нас будет плюс плюс equals one y будет равен единице точнее минус единицы дальше y если вниз то соответственно у равен единице если влево то соответственно x будет равен минус единице если вправо то соответственно x будет равен единице нам понадобится какая-нибудь стандартная скорость флот флот спид будет равняться не знаем пусть будет 80 ну это кстати говоря тоже во флот превращу флот дальше здесь 0.1f здесь соответственно 0.1f здесь 0.1f здесь 0.1f здесь 0.1f 0.1f но это у нас дирекшн да давайте вот так я кстати говоря сделаю так будет проще я создам вектор он у нас будет называться дирекшн изначально он будет равен у нас вообще ничему 0 так и соответственно а единственный вектор у нас должен быть вектор of у нас здесь вообще есть вектор да вектор 2 то есть мы здесь даже темплейты не используем но сразу по умолчанию уху-ху как плохо ну ладно тогда вектор 2 ну он нам не нужен флот указывать он у нас не темплейтный error type так о чем здесь вектор нигде не включен в графиксе тоже нигде нет да ну ладно давайте включим include век 2 ну сейчас должен заработать да вот собственно у нас нет направления и есть позиция еще вектор 2 это которая у нас тоже равняется непонятно чему но можно изначально позицию указать как 100 100 это наша изначально исходная позиция и в engine соответственно здесь мы будем менять здесь direction y times equals если w то минус 1 то же самое копируем здесь или можно даже вот так сделать то же самое копируем сюда здесь у нас только меняется x влево это минус вправо это плюс так дальше direction у нас будет каждый раз обновляться по нулям обнуляться но после того как мы прочитали нашу клавиатуру соответственно наша позиция будет равняться наш direction умноженный на скорость и умноженный на дельта временно дна детей и дальше здесь соответственно позиция здесь мы можем с вами пока ну временно создать переменные допустим int min x int min y здесь int max x и int max y тоже равняется определенным значит min x это у нас то по факту он у нас будет равняться самой позиции на экране которую мы получили из вектора то же самое у нас y происходит int pose y то есть это начальная позиция его ширина это то же самое что тоже в int превращаем это то же самое что мы позиция x где мы и так находимся прибавляем 100 то есть нашу ширину то же самое у нас происходит и на уровне y только мы здесь x меняем на y ну и соответственно наши параметры здесь у нас будет min x где 200 у нас будет max x здесь соответственно min y и здесь у нас будет max y все остальное у нас остается неизменным по идее у нас с вами ничего не должно поменяться вот наш квадратик но если я начинаю двигать то у меня он не обновляется начинает рисовать вот такие вот штуки структуры и это у нас происходит 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 я знаю почему ну давайте исправим эту ситуацию мне нужно в графикс кстати говоря а ну у нас есть max что нарисовали то что было на предыдущем то есть по логике мы должны сначала очистить экран под какой-то цвет под наш бэкграунд и только потом что-либо рисовать давайте давайте это сделаем значит нам нужен графикс точка clear screen super fast нам сюда нужно только передать цвет и все таким образом у нас будет черный цвет и если мы с вами начнем двигать да вот наш квадратик он у нас замечательно двигается под нужную нам скорость и если мы заходим за край экрана то у нас вот такой происходит глюк это плохо его нужно сейчас сразу поправить потому что здесь у нас должен быть краш то есть мы зашли за рамки привычного нам буфера и мне соответственно совершенно непонятно почему почему так происходит потому что в инвидс и в инхайд икс больше нуля но он у нас и так больше икс больше нуля здесь нам здесь нам эта проверка тогда не нужна то есть мы сразу на старте с вами проверяем когда рисуем дропиксел а мне не совсем понятно почему в инвидс икс больше давайте проверим ну вот ну вот я двигаю наш квадратик в правую сторону сейчас он залезет на крайнюю правую сторону вот он залез заходим в дебаггер и смотрим что чему равно у нас у нас происходит проверка х больше нуля а все я понял в чем проблема ну вот так вот всегда бывает и то есть мы всегда должны проверять что все эти наши координаты всегда находятся внутри окна то есть через энд если я сейчас вот видите зашел то у нас пиксель и не рисуется если мы зайдем сейчас на правую сторону то у нас тоже соответственно не будет рисоваться блин давайте я скорость какую-нибудь побольше поставлю она что-то какая-то совсем медленная давайте не знаю 200 так он должен быстрее двигаться но так лучше так двигаемся вправо прекрасно и то же самое у нас произойдет если я уйду вниз отлично и никакой проблем у нас здесь нет все прекрасно просто огонь это мы исправили я теперь 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 у нас с вами есть возможность поработать уже непосредственно с картой давайте создадим отдельный класс добавим его в наш проект вин фреймворк по-пу-пум по-пу-пум вин фреймворк от от new item так я хочу добавить H файл так его надо как назвать допустим назовем его map карта или все-таки tile tile map давайте назовем его tile map вот вот так класс соответственно у нас будет tile map у нас будет что-то доступно публично а что-то скрыто от всего мира давайте подумаем из чего состоит у нас собственно наш tile map ну во-первых это массив из цифр сама карта это будет у нас массив int tile map здесь соответственно у нас будет какой-нибудь count y count x равняется здесь мы его инициализируем сразу нам нужно дать параметр это будет static const и xpr int или unsigned int unsigned int у нас не может быть отрицательного значения в count x будет равен ну сколько в окне давайте 17 tile и то же самое нам нужно сделать с ui он у нас будет равняться ну сколько там 17 пусть будет 9 tile вниз что нам еще понадобится сначала нарисовать надо карту значит здесь у нас будет 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 так считаем 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15 прекрасно вот это у нас по ширине ну это скопируем 9 раз вниз ну не совсем здесь у нас будут нули или даже не нули а двойки 2 2 2 сейчас поймете на чем идет речь я объясню нарисую ну вот примерно так значит 2 3 4 5 6 7 8 и последнее у нас будет здесь 9 это наша карта единицы представляет собой плитки на которые мы заходить не сможем нашим персонажем то есть это препятствие стены все что угодно двойки представляет собой пустые ячейки по которым можно будет двигаться вот таким вот образом в массиве у нас представлена сама карта мы с вами сейчас напишем такой алгоритм где мы будем говорить что если равняется единице в нашем массиве то мы рисуем наш тайл нашу плитку определенного цвета вот и все в этом вся логика и магик магия дальше нам понадобится размер размер unsigned int unsigned int tile width то есть ширина тайла у нас будет ну допустим например 60 пикселей сейчас я все таки float сделаю нужно же привыкать везде к float ширина а это у нас будет высота тайла это на случай если мы не знаю захотим допустим сделать не квадратиками а каким там вытянутыми наши тайлы так это основная ширина высота водные есть дальше что нам еще нужно для этого всего для того чтобы нарисовать ну нам в принципе нужен конструктор хотя в принципе его можно пока по дефолту сделать и можем сразу деструктор сделать тайлмэп копий конструктор не знаю честно говоря можно пока я просто скопирую можно пока их удалить только единственная их тайлмэп назову сразу то есть прям копий конструктора мне не нужны и копий assignment ну и здесь нам нужен так вот и нам нужно обязательно конечно же вводит draw здесь у нас должен быть graphics reference gfx то есть это то откуда мы вызывать будем функцию draw rectangle ну конечно же тайлмэп должен знать о том что есть такой класс графикс безусловно так что еще то и в принципе мне кажется все больше ничего такого нам не нужно давайте сделаем имплементацию что там function signature was copied to clipboard не люблю такие случаи придется создавать вручную от new item visual studio cpp файл назовем его tilemap tilemap же у нас он называется да hfile да здесь соответственно include include tilemap и здесь мы можем тогда вот так вот воспользоваться этими функциями теперь прекрасно у нас он создает конструктор деструктор наш draw ну кстати говоря насчет деструктора я не уверен пока он нам не сильно нужен ну ладно пусть будет потом разберемся с динамической памятью просто мы сейчас особо не работаем так чтобы нарисовать нашу карту нам достаточно сделать следующие манипуляции for опять же пишем цикл int y равен нулю y меньше count y то есть количество тайлов по вертикали соответственно y++ то же самое у нас делается и для икса int x равен нулю x меньше count x x плюс что нам здесь важно нам нужно получить tile value то есть какое значение мы видим сейчас в данном момент проходясь по нашему массиву в этом случае мы можем сделать таким образом unsigned ну хотя здесь может быть просто int int tile value у нас будет равен наш tile map наш массив двухмерный в который мы вписываем y x тем самым мы с вами получаем значение которое находится внутри нашего нашего нашей карты дальше естественно пока каких-то проверок мы не делаем хотя их нужно будет делать то есть мы не должны заходить за границы что x или y там должны быть обязательно меньше и ну как бы в рамках нашей вот этой вот границы давайте сделаем пока на уровне чтоб не забыть include assert библиотека здесь сразу сделаем assert наша координата x должна быть больше нуля потом assert x у нас должен быть меньше каунт а у нас x неизвестен x у нас неизвестен а ну я сейчас поправлю каунт x здесь соответственно assert y у нас будет больше нуля что такое и assert y меньше каунт y я просто вот это включу сейчас сразу внутрь цикла эти проверки да это безусловно супер медленная история но это мы еще потом в процессе все оптимизируем сначала хотелось бы определить для себя определенные правила и механику как все это будет выглядеть итак мы с вами получили значение теперь мы можем с вами рисовать что если к примеру tile value у нас равен единице то то в этом случае то в этом случае у нас цвет мы можем сразу нарисовать а можем не рисовать да давайте нарисуем gfx . draw rectangle здесь соответственно нужно будет передать colors которые мы еще не передаем дальше min x min max x потом min y max y и какой-нибудь цвет его зададим вручную ну допустим серым будет цветом 122 122 122 серым будут у нас потолки но стены дальше теперь нам нужно определить размер тайла int min x max x min y max y в нашем случае здесь max x здесь min y здесь max y так чему здесь равен min x min x в нашем случае здесь равен нашему x умноженному на tile width tile width так а где он я же написал что он у нас tile width а он у нас unsigned float почему-то написал такого не может быть tile width он у нас float значит мы можем tile width мы можем мы можем превратить это в int вот таким вот образом здесь y у нас умножается точнее x здесь нет x у нас таким tile width да все правильно x умножается на tile width дальше max x у нас равен следующему мы делаем то же самое то есть попадаем на начальную координату и прибавляем наш tile width вот таким вот образом и по y то же самое копируем мин y у нас равен y умноженный на height на высоту а здесь у нас будет max y равен y умноженный на tile height плюс tile height прекрасно теперь если в нашем случае у нас value равняется тому то координаты у нас не меняются то есть они все четонько друг за другом идут только цвет либо мы можем сделать каким образом мы можем сделать проще даже сделать вот таким вот образом что если tile value у нас равняется единице то grey ну допустим он у нас unsigned card у нас по моему так переменная звучит unsigned car grey или там не знаю color value назовем его равняется 122 это мы пока уберем за рамки сюда дальше если tile value у нас равен 2 опять проходимся по карте 2 это у нас свободная ячейка мы можем какой-нибудь еще оттенок подобрать ну допустим пусть будет 80 равняться 80 и соответственно здесь мы везде просто копируем color value вот таким вот образом так у нас не хватает здесь указателя pointer in pointer color colors потому что здесь просит colors и то же самое мы копируем вот сюда вот таким вот образом отлично здесь значит все мы с вами сохранили что теперь нам необходимо сделать нам просто необходимо протестировать давайте включим нашу карту include include tilemap создаем нашу карту tilemap map карту создали и теперь нам ее нужно нарисовать здесь все просто clear screen дальше мы соответственно берем считаем позиции здесь мы берем map точка что такое точка draw про сюда мы должны передать colors почему у меня два раза графикс и gfx сейчас исправим почему-то у меня два раза графикс вставилась да-да-да убираем и убираем вот теперь мы с вами должны скомпилировать вот уже видим какие-то ошибки так давайте посмотрим что ее не устраивает так int tilemap count y count x syntax error так очень странно если честно почему синтекс так двоеточие двоеточие а да-да-да все правильно control b а качон у меня не хочет компилировать control b так что у меня какая-то ерунда происходит с моим фреймворком build configuration дебаг select так что мне ругается declaration members the same name is а все-таки мне нужно будет map сделать и здесь соответственно указать map что такое почему build не работает не пойму это все-таки это с и с и с с и с так вот все теперь билд по-дурацки добавлялся так смотрим та-та-та reference паблик энджин класс window объект так где-то он у меня залинковал по-дурацки сейчас мы ребил сделаем и билд солюшин так ретянин адрес так давайте посмотрим что ему не нравится графикс энджин мэп тайл мэп здесь мы все поставили правильно в тайл мэп возможно давайте я попробую на всякий случай проверить может быть у меня из-за тайл мэп такая ошибка вылезает так так стоп а куда тайл мэп то делся прикиньте какой это вообще глюк так а куда у меня делся тайл мэп он у меня в проекте почему-то не включен я как-то по корявому открыл проект и соответственно у меня начал ну короче глючить сами то файлы у меня созданы вот мы в проект добавили хэдер сейчас в сорс добавим ой не неё а экзистин экзистин тайл мэп мэп си пи пи от отлично добавили вот теперь надо ребил сделать тут потому что он говорит что типа чувак извини я не мог там найти нужные мне файлы так color value and declared identifier color value а ну да правильно потому что нам нужно сначала его создать где-нибудь вот здесь изначально он у нас будет равен нулю а потом в дальнейшем мы его меняем на вот это то вот вроде бы все хорошо давайте попробуем посмотрим вот у нас сразу первый ассёршен так что он говорит тайл мэп line 18 x больше нуля x больше нуля но все правильно а ну нам в принципе на самом деле действительно не так x меньше нуля x больше и меньше больше вот так вот так давайте я нафиг этот ассёрт отсюда уберу пока всякий случай что мне прям мозги колупает так ну вот у нас с вами получилось какая-то непонятная фигня и очень сильно тормознутая сейчас разберемся в чем проблема значит изначально x у нас равен нулю 0 умножаем на тайл витс тайл витс это у нас 60 пикселей то есть мы все в пиксели переносим 60 потом 120 здесь все хорошо тут соответственно мы к текущему иксу а вот в чем проблема да 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 я здесь должен сначала x умножить на тайл витс и только потом прибавить к нему прибавить к нему тайл витс дальше здесь все правильно здесь соответственно до тайл витс и плюс инс тайл хайт вот в этом случае у нас с вами должно все быть правильно да вот видите у нас все получилось все у нас правильно единственное размер тайлов у нас получается слишком маленький размер тайлов у нас слишком маленький мне кажется что его нужно сделать сделать побольше не 60 на 60 для такого разрешения мне кажется что или давайте что кстати говоря чтобы у нас сильно не тормозило потому что я чувствую что тормозит какой у нас там пониже разрешение 1280 хотя в принципе с другой стороны можно оставить давайте побольше просто сделаем тайл мэп так где он у меня вот он сейчас он у нас 60 пикселей но мы можем допустим сделать его побольше например 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 хотя 60 пикселей нормально давайте 80 посмотрим как будет выглядеть ну 80 это что-то прям как-то много мне кажется с другой стороны мы можем просто поменьше сделать допустим 16 ой 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 до лишнее вот это надо удалить так вот сделаем чик чик и соответственно вот это вот заменим на единицы так смотрим ну вот примерно вот в экран мы вместе вмещаемся таким образом прекрасно ну вот собственно я могу двигаться внутри тайл мэп пока у нас никаких коллизий столкновения не происходит но в целом карта рисуется давайте сделаем какие-нибудь выходы из этой карты допустим у нас есть выходы слева справа или точнее внизу и справа ну и какие-нибудь здесь не знаю нарисуем препятствия допустим допустим вот так ну и как-нибудь рандомно здесь вот так вот так вот так ну чтобы как какая-то вариация была в нашей карте ну вот то есть у нас с вами примерно получилось вот такая вот карта ну и соответственно мы конечно сейчас размером больше чем наш игрок точнее больше чем сам тайл но это мы исправим ну и конечно чувствуются такие тормозники вот но это потому что у нас очень сильно не оптимизирован код мы еще к этому подойдем и разрешение мы там повыше поставили что нам сейчас здесь нужно сделать я думаю что нам нужно сделать небольшую корректировку по расположению какую корректировку покажу сразу верхний про верхний левый угол экрана мне бы хотелось контролировать его то есть двигая точку вот здесь верхнюю левую куда-нибудь влево или в там вы точнее вправо или вниз соответственно я бы мог сразу двигать всю карту одновременно давайте сделаем это для этого мне нужно создать еще какие-нибудь две переменные например float upper left пусть будет равняться нулю ну или давайте сделаем кстати говоря начальную позицию 10 все таки мне 17 нравится сейчас я все таки каперну вставлены здесь соответственно запятая запятая знаю что это такой небольшой геморрой на старте вот так вот с картой париться карту можно кстати не только в виде номеров представлять но и в виде например символов то есть тут каких-то таких проблем не должно возникать значит если 80 я предлагаю сделать 40 так стартовую позицию upper left и upper top пусть будет называться так это у нас стартовые позиции теперь мы здесь когда мы считаем minx и miny мы еще к ним должны прибавить то есть наш upper left это x но здесь мы соответственно должны сделать to float в эту int извиняюсь а здесь нам достаточно взять просто minx и прибавить к нему tile width здесь мы должны добавить upper top ну и эту часть мы соответственно можем заменить на miny ну потому что вот этот кусочек кода это то что у нас и было здесь то есть это по сути вот эта переменная есть сама по себе давайте посмотрим что у нас получилось сейчас должна карта сдвинуться вправо да так и есть видите на определенное количество пикселей и теперь я могу регулировать нашу карту вот таким вот образом то есть если я верну например нашу позицию в 0 вот но мы видим что какая-то часть правая да у нас полноценно залезла в правый угол то есть мы можем чуть чуть сдвинуть влево в этом случае мы можем upper left например сделать минус 40 а вот upper top у нас нормально у нас количество тайлов по высоте прям вполне себе разумное количество ну вот собственно у нас с вами есть какая-то часть тайла видна куда мы можем с вами выйти то есть такой некий намек на то что персонажик может выйти и соответственно открыть какую-то следующую область карты ну вот единственное еще я бы наверное нашего тестового персонажа здесь исправил наша его позиция равняется 100 100 мы давайте я исправим на 80 80 но это на самом деле не так супер критично но все-таки его размер мы должны сделать чуть поменьше я бы его сделал честно говоря немного уже чем наш тайл если наш тайл ширина 80 то мы можем нашего персонажа к сделать например 60 то есть он у нас будет уже причем по высоте он может быть как тайл а по ширине он у нас может быть уже и соответственно вот у нас получился вот такой вот чувачок который видите уже по высоте такой же как наш тайл но при этом он уже и может соответственно если что при необходимости до вмещаться вот в эту область и уходить в дальше в какую-то там коллизию ну собственно это все на сегодня часть первая я думаю мы с вами справились вполне себе нормально следующей части я предлагаю дальше продолжить работу над нашей картой и посмотреть как мы можем реализовать историю сразу нескольких карт то есть допустим если у нас их четыре или пять ну экранов да и как мы можем переключаться между экранами и плюс рассмотрим какую-то стартовую коллизию столкновение с нашими клетками то есть условно говоря будем понимать находимся ли мы на позиции один да в нашей карте что мы туда не можем пойти и наш персонаж не сможет соответственно туда сходить ну как бы на этом все серию завершая если вам понравилось ставьте пальцы вверх пишите свои вопросы комментарии я с радостью их читаю смотрю по возможности отвечаю как можно оперативнее вот поэтому до следующих встреч пока пока пока